Есть очень хороший, смотри, мы, в принципе, увидели одну важную деталь. Если есть вера, то все получится. Знаете, друзья, проблема не в наличии нашей веры, не в большей или маленькой, а в наличии сомнений. Эти сомнения, друзья, они угощают нашу веру. Значит, нам нужно что-то делать так, чтобы стимулировать наш разум, не сомневаться. Что мы делать должны, чтобы не сомневаться? Мы должны прийти к глубокому убеждению. То есть мы что-то должны увидеть, и когда мы что-то увидим, то сомнение начнет исчезать. Правильно? А вера остается. По сути, я вам скажу, нашей веры достаточно, чтобы видеть любые горы. Но проблема в наличии сомнений. Поэтому мы должны работать над тем, чтобы сомнений уходить. Какое самое большое сомнение, которое у нас есть? Самое большое сомнение, что по нашим словам это будет происходить. Поэтому мы должны прийти к убеждению, что по нашим словам это будет происходить. Аминь. То есть мы должны увидеть, что как только мы говорим, клетки начнут двигаться, сменяться. Тего начнут исцеляться. Есть хороший метод, который кантеры привели. Вытяжение рук, ног. Но, знаете, друзья, я вам покажу в реальность. Я вошел в действие силы Божьей и начал разгоняться через этот метод. Я увидел, знаете, я все это знал. Да, во мне живет Господь, сила Духа Святого и кто-то, кто-то. Но у меня не было этого трамплина. Уверенности, когда я коснусь и скажу, сейчас это меняется, это меняется. И мне казалось, это дикость. Как это просто я что-то сейчас буду говорить? А где-то там внутри что-то насчет меня. Это какой-то, ну, аномали. Но по реальности так и будет. И будет и сейчас это происходит. Я говорю, сейчас кой? Выровнится. Я надо как кивыли в руку. Как это логон? А на самом деле это возможно, потому что так устроил Бог вселенный. Что все зацепит звук. И как только твой звук входит в определенный резонанс, звук, который выходит, он накладывается на другой звук и производит изменение другого звука. Все, что мы имеем, это звук. Значит, если ты научишься правильно выражать звук, то этот звук будет производить изменение. Дух всегда пришел в нашу жизнь, чтобы корректировать нас. Чтобы укрепить нас, и его проявление способности будет выражаться через то. Через веру, убеждение и звук, который мы воспроизведем. Аминь. И тут ты знал, если ты скажешь, горе сей, и не усомнишься в сердце твоем, скажешь, и не усомнишься. Скажешь, то есть звук. И звук без всякого колебания. Убеждение в том, что это произойдет. Знаете, друзья, на самом деле, в наших словах есть огромная сила. Но эта сила будет проявляться только в том случае, когда ты сильно увезешь. На самом деле, друзья, это уже работает в нашей жизни. Но только, к сожалению, в отрицательном случае. Потому что сегодня люди говорят о том, что они больны, и они верят в это. И потому что они это говорят, потому и болеют. И в этих словах есть его убеждение. И когда они воспроизведут этот звук, они и болеют, потому что они сами выкладывают в то, что разрешишь, в то, что свяжешь на земле. Аминь. Мы уверены в худшем, в отрицательном, убеждены в отрицательном. И поэтому это и происходит. Но таким же признакам будет происходить. И другое. Созидание. Значит, нам нужно перестать твой разум и делать очевидным, и перестать твои слова, и начинать говорить созидание. Но для того, чтобы созидание происходило, у нас должна быть сила воспроизведения слова «Ни мало не колебать». И для того, чтобы выйти на этот уровень, у тебя должен быть толчок, трамплин. Уровень. Переходов. Ты должен что-то увидеть. Хотя бы чуть-чуть. Что изменить твои мысли о тебе, о твоих словах. И это хороший метод. Метод вытяжения рук. Аминь. Я увидел, и я увидел не только в себе, но и в жизни многих людей, как только начали видеть в их руках вытяжение, они вошли в регионант, понимание, что когда они говорят, клетки поведут. И потом они начали развивать, развивать. И в итоге, говорят опухолям, исчезли. И она, и исчезли. Он говорит, пенал, колес, вот, пенал, станет ровным. Она. Хоть я был кореецем, и они там первый раз такие видели. На меня это, ну, обычные вещи. Я уже горбатый мальчик, я такой, а, всего нафиг. Лопатка, тайное место. И она как, и выровнялась. Как это реально? Реально. Разве вы не верите в Писание, и словам Иисуса? Разве мы не ученики Иисуса? Почему мой друг не верите в вас? А я поверил. Но я покажу, друзья, наше сознание, оно осуществляет итакный переход из одного состояния. Поэтому нужно дать толчок. Аминь. Одной толчок к этому движению. Поэтому, айом, айом, распределяемся так, чтобы не мешали друг другу. Можете перейти туда. Давайте переходим сюда. Давайте, быстрее, быстрее, быстрее. Все, 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 все. Кто хочет исцелять больных, все туда. Кто не хочет, можете отталкиваться. кто не хочет, кто не хочет, кто не хочет, кто не хочет. Я. вы будете мешать я увидел один важный факт есть такая тематика один из принципов хождения это увидеть как вычитать если бы петр не увидел как он пошел нет нет он увидел когда он увидел а потом вышел он пошел подать и люди слышат примеру ты можешь исцелять больных ты можешь ты можешь но это надо я вам скажу не грамм они стимулируют людей кей-то делать они только остаются на уровне знаний ты можешь но когда ты показываешь что это видит для этого происходит три важных первое для тебя это становится реальностью что это реально второй момент ты понимаешь что это реально для тебя и третий момент ты практикуешь если ты не поймешь это реально вообще поэтому это не реально это тоже вы можете практиковать ежедневно я как вычисто сделать и золом вы будете утверждаться я но передаю вам опыт именно благодаря этому этому действию я вошел в резонанс уверенностью что по моим словам я начал видеть как это все работает я прочитывал книгу хантера давным-давно и они говорили так положи руки на кости так скажи чтобы они стали на меня сколько бы я не делал ничего не происходит я все следовал как они пишут я уже в руки и группа в дождь на область выровнять ничего не враг ничего не происходило думаю то что такое верно нет помогать но когда я увидел служитель которых продемонстрировал показал как его вырука выросла вытянул я сначала дарова зачем это это какой-то непонятно а потом понял зачем это стимуляция твоего мышления ведь уверен и как только я начал видеть по их жизни я тоже подошел хотят так как на кости выручки они понимаете вопрос поэтому что вы делаете дом вы ну данный момент сейчас пока нет такой возможности но вы дома найдете ровно стенку приложите лопатки к стенке вытяните руки подожди пока ничего не вытяните руки так чтобы ваши лопатки не отрывать этого то вот не было будет не нас никто никому не собирается обманывать или и дополни то делать ваша задача увидеть реально действия обещания божья что по вашим словам это будет аминь поэтому когда вы притворите лопатки чтобы не отрывать вытяните руки вы можете сразу проверить состояние вашей спины посмотреть уже будет рука какая-то меньше это значит у вас отстремленный позвоночек и даже если вас ровненько то что вы делаете пока не делать вы делаете расстояние щель между ними и прикажете какой-то сегодня чудо произошло вот эти чудо заключалось смотрите вот она видно вот эта рука у меня видите она как бы два года ходила с переломанной рукой неправильно сделали операции а я подошел потратил 30 секунд это произошел благодаря чему состоянию тренинг ума уверены я чувствовала как она тянулась это происходит именно тогда когда мой ум был готов к и вот вы смотрите что вы делаете вы приклоните и потом скажите пример правой рука пример вот сейчас посмотрите я лопатки прислоняю не отрывает мои руки вот какие господь спасибо прямо сейчас во имя института христа правая рука расти так больше лопатки не отрывается вытянутой руки так и остается вытянутой правая рука расти 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 вот ещё больше больше ещё больше плечи на нубиле расти больше дома раст Melbourne reti большеulous эфи больше Еще больше! Еще больше! Еще больше! Еще больше! А теперь правая рука уменьшается, тань меньше лево. Это реально? Реально. Спасибо Господь, правая рука выровнись от левой. Послушайте, вы увидели, что это реально. Кто происходил технически? Моя рука, мои клетки, мои атомы подчинились. Поднимите правую руку. Вы водите над вашей рукой? Да. Значит клетки и атомы подчиняются вам. А я работитель. Вопрос заключается в том, что вы убеждены, что ваша правая рука поднимется, когда вы ей скажете поднимитесь. Но таким же самым убеждением вы должны оказать действие на кости. На кости. Ведь она состоит из же клеток атома. И когда скажете руки вырасти, то так же как она поднимется, так и она и вырастет. Потому что это те же клетки атомы, которые это стоит в вашей руках и они подчинятся вам. Вопрос в том, чтобы перенести это убеждение и того, что мы привыкли думать, мы привыкли так жить, мы переносим на более глубокий уровень. Ну да. Аминь? Аминь. Да. И это вот интересный момент. Кто когда, скажите, кто ни разу не практиковал утяжение руки? Поднимите руку. Я ни разу. А по хантеры делали. А? Вы сами. Хантер и хантеры. Я сама делала. Вот вы. Кто ни разу никогда не вытягивал руки? Отлично. Будет. И я вам сейчас говорю, гарантирую, что прямо сейчас это у вас начнет происходить. Не когда я буду говорить, а когда вы будете говорить. Понимаете почему? Потому что в этот момент произошел у вас щелчок. Убеждение. Это реально. И второй момент я буду говорить это реальный вак. Знаете почему? Потому что тоже дух с той, который во мне, и он и вак. Поэтому вак вы проходите. Вопрос в том, чтобы вы что должны убрать сомнение. Это реально? Это реально. Теперь вы должны убрать сомнение, что вак не получится. Потому что у вас получится. Все хорошо. Да. Ну практикуем. Уже любое. Практикуем. Да. Вы знаете, это очень просто. Вопрос в том, чтобы приносить это просто и согласить. Теперь определяемся. В ряды. В ряды. В ряды. Знаете... Моги болят, только руками. Я вот этого ушла. Покажу. Да, конечно. правая левая рука потом ноги а потом вы можете перейти на мы покажем на локтевую часть когда вы стоите на пол на стол и вас вытягивается потом на пальцы потом вы можете перевести на вес вашего тела и да вы можете регулировать вес вашего тела и когда они начали приказывать зубом расти прямо начали это выведет нас это ограничение да ведь на самом деле боже возможно все скажите возможно ли чтобы зубы выросли и когда ты но для того чтобы это произошло тебя должна быть вера это боже мой убежден но убеждение это как разгон это как самолет который выехал на взлетный пол и начинает набирать скорость набирает набирать набирать его скоро достигает до того именно критерия когда ну достаточно чтобы оторваться земли потоки воду поднимают вступает закон закон аэродинамики так вступает закон веры вы понимаете мышление разгон мышлением убеждения и тогда благодаря этому закону веры вы начнете видеть невероятные архитекты аминь а что делаем санте ровно ноги на шильнее плеч так чтобы не мешать друг другу определить опустите руки вытяните руки сразу поднимите руки в сторону ничего не соединяйте просто в сторону какие плечи на доме теперь медленно сводите руки не подстраиваю руки просто какие вы можете сделать вот так проверьте посмотрите хорошо вы это увидели левая правая хорошо теперь опять убрали руки вдохнули опять вытянули руки подняли руки а теперь слили так чтобы между ними была небольшая щель прямые руки а теперь а теперь вы говорите во имя иисуса христа прямо сейчас правая рука вы не вытягивайте руки сами а просто создаете когда вы говорите вы должны внутри своей глубине своим разумом увидеть картину растущей руки и вы смотрите на этот образ в голове в котором это реально правая рука растет правая рука еще быстрее еще быстрее теперь соединяйте руки хорошо о том как вернуть обратно поднимите вверх и медленно соедините с собой они вернутся обратно это не кой это мышцы вытягиваются это друзья насчет растения кости вы поняли я скажу сейчас в этот момент у кого-то решились проблемы позвоночника потому что вытягивается еще скелет и у многих ищедли боль так решается проблема позвоночника шейного отдела или хребта ни верхнего отдела потом еще есть нижний отдел если вы будете это практиковать это ежедневно как я вам показал возле кины я вам скажу вы можете подойти к любому человеку у которого проблема со спиной и взять его за руки проверить обнаружить разницу и отдающую разницу приказать этой руке вытянуться и как только она вытянется проблема спины решится это происходит исцеление и вот так вы можете исцелить всех больных спины и сколиозы и считать грыжи и даже мы увидели как исчезает титановые плотины и вы так таким способом можете уже евангелизировать людей так что спрорути а если горб на спине а если горб на спине а если горб на спине у женщины послушайте я вам еще раз говорю ваша задача не думать вы знаете я вам скажу Иисус сказал если ты будешь верить что это возможно это будет возможно не думайте об ограничениях я вам так скажу смотрите когда вы будете с руками просто увидите руки и скажите фокусируйте внимание даже не на спине а на руках просто пусть руки вытянут но как только они вытянуты потянет весь скелет вы поняли и в этот момент даже не зная что там проблема это решить вот так происходит исцеление исцеление происходит только там где вы убеждены что оно произойдет если у вас будет просто вытянуть руки то в этот момент решится много проблем которых вы не верите что они решат к примеру он говорит горб втянись если ты скажешь я говорю ну скажи горбу втянуться если скажешь что мне надо просто сказать да просто скажи это я говорю горб тяни что произойдет ничего не произойдет знаете почему потому что глубине себе ты не уверен будешь что это произойдет вы знаете друзья что я уверен Проблема в том, что люди говорят правильные фразы, но ничего не происходит. И казалось бы, что не так. Они не убеждены в этом. У них еще состояние ума не вошло в резонанс того, что это произойдет. И их вово не имеют силы. Поэтому этот метод именно развивает тренинг нашего ума. Что мы сейчас делаем? Вы разобьетесь по парам. По парам. И будете вытягивать друг к другу. Аминь. Разобьетесь по парам. А что значит друг к другу? Адель и к другу. Да. Ничего, ничего. Не важно. Не важно. Не волнуйся. Я это уже практиковала. Вы, вы да? А что должно связаться с Россией? Или что все важно? Вот эти друзья. Значит, вы разбиваете по парам. Один поднимает руки. К примеру, вы поднимаете руки. Вот так. Другой. Смотрите, что делает. Другой. Чуть-чуть вводит руки. Поддерживает руками. Поддерживает. Не тянет. Не надо ничего тянуть. Просто поддерживает руки. Чтобы вы не устали руки. И говорит. К примеру. Во имя История Христа. Левая рука. Левая рука растет. Вот эти интересный момент. Это важно. Вы не только говорите. Вы еще видите внутри себя картину происходящего процесса. Как будто внутри вас образ, что рука растет. И вы смотрите на этот образ. Даже не на сами руки. А на эту картину растущих рук. Господь. Лучше не закрывать. Но если вам что-то можно представить, то закрывать. Можете закрыть. Спасибо Иисус. Во имя Иисуса Христа. Левая рука растет. 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 И я вижу внутри себя. Я закрытыми глазами это делаю. И я вижу, как рука растет. В моем представлении внутри. Иисус, спасибо. Благодарю тебя. Левая рука растет. 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 Когда я открываю глаза, то я вижу. Она начала растет. Вытяните руки так. Ладошки. Вот так вот. Вот. Вот так вот. Вот она выросла. Спасибо Иисус. Аминь, вы поняли? А теперь что? А теперь обратно. Левая рука. Встань одинаково и вправо. Встань одинаково и вправо. Встань. Все? Давай. Отбивайся пока. Какие номера начинают? Встань. Можете выпасть? Встань. Встань. Выпасть. Встань. Я буду поднять. Встань. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...